добрый день дорогие слушатели тема нашего сегодняшнего занятия достаточно широка мы рассмотрим применение законов ньютона закономерности движения распределения токов законов прилавления распространения света все это направлено на достижение цели подготовки вас к муниципальному и региональному этапу олимпиады по физике вам предложены методические рекомендации с возможными решениями задач подобраны задачи для самостоятельного решения также представлены критерии оценивания решения данной лекции мы остановимся на разборе достаточно сложных задач поскольку для их решения необходимы знания не только физических закономерностей но и математических величин и формул по которым их можно вычислять итак задача первое определите ускорение груза массы 4 м на приведенной схеме все нити считать невесомыми и нерастяжимыми блоки невесомыми ускорение свободного падения принять равным 10 метров за секунду эта задача может оцениваться на 10 баллов если вы правильно изобразили направление действия сил 2 балла если записаны выражения второго закона ньютона для каждого тела 2 пола осину значение силы натяжения нити 1 балл найдено выражение ускорения 12 балла найдено выражение ускорения 22 балла и получен правильный ответ для начала мы с вами запишем выражение второго закона ньютона для каждого из тел нам необходимо рассмотреть все силы которые действуют на тело 4 м 2 м и 1 м учитывая условия задачи нити нерастяжимы нити невесомы блоки невесомы на схеме мы с вами представили силу натяжения нити для каждого случая случае тела 4 м это ты со стороны тела и со стороны неподвижного блока и влево и вправо действует сила ты которая затем распределяется между телами 2 м и м и в этом случае сила натяжения нити т1 равна силе натяжения нити т1 действующие на тело м и сумме они дают силу натяжения нити т обращаем ваше внимание на то что ускорение а1 это ускорение с которым движется центр масс тел 2 м и м соответственно направим ось у игры сверху вниз вертикально вниз таким образом для первого тела мы запишем выражение второго закона ньютона 4g минус т равно 41 для второго тела выражение второго закона ньютона 2 м же минус т1 равно 2 умноженное на минус а1 плюс а2 то есть на сумму ускорений м я уже поясняла почему у нас здесь появилась минус потому что тело а тело м 2 м движется у нас ускорением а2 до но она противоположно направлена до ускорению а1 для третьего тела м же минус т1 равно минус м на сумму ускорений а2 и а1 мы знак минус вынесли перед скобкой потому что оба ускорения имеют знак минус поскольку противоположно направлены оси у игре выполним а подстановку в нашу систему уравнений вместо т1 мы поставим ты пополам и это нам поможет в дальнейшем при решении нашей задачи соответственно наша система приобретает следующий вид выражение 5 6 и 7 4 м же минус т равно 4 м 1 2 м же минус т пополам равно 2 нужно на сумму ускорений м м же минус т пополам равно минус м умноженное на сумму ускорений ускорить будем решать данную систему для того чтобы найти выражение для ускорения один но для начала поработаем 6 и 7 уравнение поставив т2 до соответственно мы ты попала мы получаем выражение где справа у нас стоит и пополам в обоих уравнениях до а слева у нас стоят ну а разные выражения но мы знаем что если правые части равны то соответственно должны быть равны и левые приравняем их и получим выражение 10 в котором у нас участвуют обе массы да мы можем раскрыть скобки затем привести подобные и выразить ускорение а а1 следующим образом да мы раскрыли скобки уединили то что касается ускорения а2 до вот в этой части мы с разделили на м для того чтобы она нам не мешалась не загромождала наше решение и получаем выражение же минус 3 а2 равно минус а1 откуда мы находим значение для а1 умножаем на минус единицу либо переносим как вам удобно действие выполняете получаем выражение 11 для а 1 ускорения затем мы воспользуемся уравнениями 5 и 7 из нашей системы и седьмое уравнение при этом умножим на 2 таким образом вместо t пополам мы получим целую силу натяжения нити t ну и соответственно каждая из частей этого уравнения умножается на 2 но опять же мы получаем что если у нас левые части разнятся правой части одинаковы то мы можем приравнять левую правую часть следовательно после серии преобразований а к серии преобразований мы с вами относим то что мы можем разделить наше выражение на 2 м и получим более короткое выражение в котором участвует и ускорение а1 и ускорение а2 и же наше 12 уравнение мы можем подставить в него выражение для а1 которое получили в пункте 3 и вот вместо 21 мы пишем 2 нужно на 3 а 2 минус g и справа мы пишем вместо а1 мы пишем 3 а 2 минус g и прибавляем а2 но отсюда уже удобно выразить а2 приводим подобные в левой части здесь складываем же в правой части же взаимно уничтожается и выражение приобретает следующий вид 4g равно 10 а 2 откуда мы с вами можем выразить ускорение а2 оно равно отношению 4g 10 подставим значение же которое нам дано равным 10 10 метров за секунду в квадрате мы получим выраженного значения а24 метра за секунду и мы можем с вами подставить и найти один после постановки мы получаем что один равно 2 метра за секунду в квадрате задача следующая для того чтобы создать ахроматическую линзу используют две линзы из разных материалов плоско-выпуклой тонкой линзе с радиусом кривизны r1 и зависимостью показателя преломления длины волны проходящего света n1 от лямбда у нас определяется как n0 и 1 плюс альфа умножена на лямбда ката минус лямбда плотную прислоняют вогнута выпуклую тонкую линзу с радиусами кривизны r1 и r2 и показателем преломления n2 от лямбда равным n0 второе плюс альфа 2 умножена на лямбда ката минус лямбда определить при каком значении r2 данная система будет а хроматической то есть ее фокусное расстояние не будет зависеть от длины световой волны какой при этом будет величина фокусного расстояния при этом нам предлагаются следующие значения r1 40 сантиметров n01 1,085 альфа 1 равная 100 и размерность метр в минус первой степени и нулевое 2 полтора и альфа 2 150 и метр минус первой степени ну какие критерии оценив возможного решения во первых 8 баллов если записано выражение для фокуса линза f1 это один балл для второй линзы записано фокус это тоже один балл записано выражение для определения фокусного расстояния системы линз это тоже один балл установлен факт что фокусное расстояние не зависит от длины волны это два балла вычислен радиус кривизны вогнута выпуклой линзы это один балл и определено фокусное расстояние а хроматической линзы f это 2 балла на самом деле нам понадобится вспомнить формулу линзы в общем виде ну и как какое здесь возможное решение обозначим фокусное расстояние первой и второй линз соответственно f1 и f2 согласно формула линзы мы можем записать в наших величинах единица деленное на f1 равно n01 плюс альфа первым нужно на лямбда ката минус лямбда скобочка закрыта минус 1 и он нужно на единицу деленную на r1 это первое выражение фокусное расстояние обратная величина определяется второй линзы как n02 плюс альфа второго нужно на лямбда ката минус лямбда минус единица и на разность обратных величин радиусов r2 и r1 умноженное соответственно второе выражение фокусное расстояние составной линзы таким образом определяется из уравнения 3 обратная фокус величина равна обратной фокусной величине равна сумме обратных величин первой и второй линзы а складывая соответственно первое второе выражение мы можем с вами сделать вывод что фокусное расстояние составной системы 3 не зависит от длины волны а почему потому что мы можем это проверить подставить значение альфа первое лямбда ката минус лямбда деленное на r1 плюс альфа второе лямбда ката минус лямбда умноженное на разность обратных величин r2 и r1 таким образом при постановке тех значений которые у нас есть в условии задачи мы можем определить значение для радиуса второго оно равно 120 сантиметрам в частности если материалы линз одинаковы то мы можем прийти к выводу что r2 может быть неограниченно большим это означает что задняя поверхность линзы является плоской оптическая сила у такой линзы отсутствует а в случае же когда разные материалы то постановка наших данных из условия задачи дает нам следующее величина обратная фокусного расстояния равна дроби числитель которой показатель 1 минус единица деленное на r1 из него вычитается отношение альфа первому к альфа второму умноженному на дробь показатель числитель которой показатель преломления 2 минус единица деленное на r1 при постановке наших данных мы получаем величину 1 85 сантиметр минус 1 степени перейдем к привычным нам размерностям и мы получаем что фокус данной системы равен 85 сантиметров следующая задача 3 с поверхности земли под углом альфа 60 градусов со скоростью в нулевой равная 40 метров за секунду брошено тело массой м большой равная 8 м когда это тело находится верхней точке траектории в него попадает поля массы м летящая горизонтально навстречу ему со скоростью в 2 равная 200 метров за секунду тело раскалывается на две одинаковые части то есть по факту в итоге у нас есть и 4 м и еще 4 м одна часть падает через время ты равная 2 секунды точно под местом столкновения с какой скоростью пойдет на землю вторая часть застрявший в ней поле обращаю ваше внимание что эта часть уже будет 5 м эта задача оценивается 8 баллов первый один балл за записывается если у вас написано выражение определения скорости тела верхней точки траектории дальше выражение определения высоты подъема тела если вы записали то это тоже один балл выражение для начального импульса системы это 2 балла выражение определения скорости первой части тела 1 балл выражение закона сохранения энергии для второго осколка 2 балла и если вы определили скорость падения тела второй части застрявший в ней в ней пули то собственно тоже добавляется один балл и так изобразим собственно траекторию полета разложим нашу начальную скорость на вертикальную горизонтальную составляющие направили оси то есть все как надо показали угол альфа и а максимальную высоту подъема в которой с точкой м происходит встреча со второй массой м движущейся со скоростью в 2 соответственно скорость тела верхней точки траектории определяется как произведение в 0 на косинус угла альфа до при постановке 40 метров за секунду и косинус 1 2 мы получаем 20 метров за секунду использую формулу для вычисления с высоты подъема тела которая определяется как квадрат начальной скорости на синус квадрат угла под которым летит тело миллиона на 2g подставили поскольку синуса квадрат это единица минус косинус квадрат да то значит быстренько выполнили подстановку и нашли на 60 метров импульс системы перед взаимодействием p1 у нас с вами описывается как движение второго тела со своей скоростью до минус импульс к ну количество движения первого тела с его скоростью v1 после взаимодействия направления импульсов представлены на рисунке та часть которой 5 м полетела в одну сторону та часть в которой 4 м упала вертикально вниз под местом столкновения теперь поскольку мы знаем скорость первой части мы сможем найти из времени падения а время падения мы с вами найдем из обычного уравнения когда у нас известен путь до скорость и формула для вычисления при движении тела по действиям силы тяжести выразим отсюда и получим чтобы 3 равно 20 метров за секунду из рисунка мы с вами можем сделать вывод о том что квадрат импульса тела которая продолжает лететь равен сумме квадратов первого импульса первоначального и импульса тела которая упала вертикально вниз подставляя импульс перед ударом мы получим что вы 4 4 в квадрате подстановка дает нам до 320 метров квадрате секунда в квадрате мы нибудь вы не вычисляем отсюда корень потому что нам для подстановки в закон сохранения энергии необходимо чтобы скорость была квадрате соответственно закон выглядит следующим образом 5 м в 4 квадрат пополам плюс 5 м ж а что есть то потенциальная энергия которая обладает это это часть тела равно 5 м в 5 в квадрате пополам отсюда при постановке всех данных которые у нас есть это и того что мы с вами знаем мы сможем найти скорость в 5 5 который определяется как корень квадратный из 2 ж аж минус в 4 в квадрате при постановке значений 320 а 2 же и высота у нас известно мы получим 39 метров за секунду следующая задача на дне сосуда с жидкостью находится источник дающий узкий луч света направление луча можно менять показатель переломления жидкости равен на целое 25 суток глубина слоя жидкости аж большой 1,8 метра определить насколько наносекунд различаются минимальное и максимальное время за которое луч света проходит слой жидкости скорость света вакууме дана это 3 на 10 восьмой степени метр за секунду даются критерии оценивания всего на эту задачу дается 6 баллов если записано выражение для скорости света в воде это один по определено минимальное время распространения луча это еще один балл записано выражение закона преломления вычисления путя пути третьего луча это два балла определение максимального времени распространения луча 1 и определение разницы времен тоже один балл и так ну из рисунка видно что от точечного источника распространяется лучи самое меньшее время на выход из воды потребуется для первого луча потому что он и он распространяется по перпендикуляру как известно это кратчайшее расстояние скорость света в воде это есть отношение скорости света к показателю преломления соответственно минимальное время которое потребуется до время первого луча это h деленное на в вместо в мы поставляем c деленное на n и получаем h n деленное на c подставляем их значение 1,8 на 1,25 и скорость света 3 на 10 восьмой степени получаем 7 с половиной наносекунд для всех лучей кроме четвертого наблюдаются как преломленные так и отраженные лучи для третьего луча угол альфа является предельным преломленный луч для него идет по границе раздела для лучей у которых угол падения больше предельного например четвертый будет наблюдаться явление полного внутреннего отражения то есть они не выйдут из воды поэтому я хотела вам сказать что для нам нужно вспомнить что это такое явление полного внутреннего отражения если увеличивать угол падения то при некотором предельном угле альфа предельном угол прилавления становится равным 90 градусов при дальнейшем увеличении угла падения луч полностью отражается от границы раздела и не переходит в другую среду как раз таки это явление называется явление полного внутреннего отражения здесь мы этим воспользуемся да следовательно наибольшее время будет наблюдаться у луча 3 запишем закон преломления для третьего луча синус альфа деленное на синус 90 равен единица на n отсюда синус альфа соответственно равен единица деленное на 1,25 это 0,8 соответственно путь третьего луча мы с вами определим как отношение толщины и слоя жидкости косинус альфа выполним замену косинус через единица минус синус квадрат альфа потому что нам эта величина известна толщина слоя 1,8 а корень из подкоренного выражения у нас равен значит 0,36 отсюда выходит корень 0,6 соответственно 1,8 разделили 0,6 получается 3 метра максимальное время найдем из формулы выполнив подстановку найденных величин из известных данных t2 это есть путь умноженное на коэффициент преломления деленное на скорость света подставили значение и получили 1,25 на 10 минус восьмой степени секунды того получается 12 половины наносекунд соответственно у нас есть минимальное у нас есть максимальное время и разница времен составляет 5 наносекунд следующая задача фокальных плоскостях собирающей линзы с фокусным расстоянием f расположены плоские зеркала как показано рисунке на линзу падает луч света продолжение которого пересекают главную оптическую ось фокусе f а а саму линзу на расстоянии h от центра линзы причем отношение h к f равно 2 на 10 минус 3 степени на какой угол в градусах отклонится луч прошедший через такую оптическую систему при этом нам предлагается напоминание что для малых углов мы можем принять синус альфа приблизительно равным тангенсу альфа или самому углу альфа который вычисляется в радианах задача оценивается в 10 баллов если записано выражение для определения точки c через которую пройдет преломленный луч то это 2 балла приведенные рассуждения о направлении распространения луча это 4 балла записано выражение для определения угла отклонения луча первоначального направления 2 балла вычислена величина угла отклонения после прохождения через оптическую систему это 2 балла ну а значит давайте рассмотрим то что нам предложено и так значит у нас есть падающий луч под углом альфа он проходит то через точку а остающую от точки b который является а фокусом линзы фокусом линзы на расстоянии h преломившись луч попадает в точку c фокальной плоскости от нее он отражается попадают точку d здесь он преломляется . d это наша линза собирающая здесь он преломившись выходит попадает на фокальную плоскость точку е от нее он отражается и попадая в точку же на а линзе откуда он преломившись выходит под углом бета из этой системы из этой системы значит еще раз преломленный луч соответственно посмотрите что у нас здесь есть здесь у нас альфа угол альфа здесь у нас углы бы это в этой задачи принципиально важно правильно все выстроить соблюдением всех позиций которые здесь нужны и так рассуждение значит преломленный луч пройдет через точку c которая является пересечением правой фокальной плоскости и дополнительной оптической оси bbc которая параллельно падающему лучу вот у нас падающий луч и параллельно ему мы проводим дополнительную оптическую ось из подобия треугольников а треугольники у нас следующие cf точка пересечения и б а точка пересечения мы можем сделать вывод что а cf равно 2h поскольку отрезок б а это h дальше поскольку расстояние смотрим внимательно на линзу а б и ф c получаются равными чему 3h да то соответственно вся величина а д это у нас 6h луч cd преломится у нас в плизи и попадает в точку е в точку е которая является пересечением левой фокальной плоскости и дополнительная оптической оси б е которая параллельно лучу cd посмотрите внимательно сюда параллельно лучу cd у нас появляется дополнительная ось б е б е как видно из рисунка луч д е падает на левое зеркало под углом альфа и отражается по тем же углу а значит он попадает в точку же на расстоянии аж от центра линзы б после преломления луч выходит из оптической системы под углом бета относительно главной оптической оси то есть отклоняется от первоначального луча на угол который равен сумме альфа и бета но мы можем с вами перейти поскольку у нас было предупреждение в условии что углы это у нас приблизительно тангенсы этих углов да а тангенс мы находим из отношения h к f пополам плюс 3 h к f эти расстояния мы с вами определили только что что свою очередь равно отношению 5 h к f подставили значение и получили 10 минус второй степени поскольку а а аж к f это 2 на 10 минус 3 выполнили действия 2 на 5 это 10 и получили 10 минус 2 радиан переходим градусной мере и получаем 0,573 градуса следующая задача такого плана цилиндр из легкого сплава массы 600 грамм нагрели до температуры ты нулевую равной 850 градусов цельсия и поставили на горизонтальную поверхность толстого слоя льда температура которого 0 градуса цельсия рисунок я вам покажу чуть позже сейчас мы разберемся с вами с условием задачи при плавании льда а в нем образуется температура в нем образуется простите цилиндрическая лунка с чуть большим радиусом чему цилиндра это рисунок бы вода вытесняется на поверхность виде тонкого слоя а цилиндр погружается в лунку при этом он окружен снизу из боков тонким слоем воды объемом которого можно пренебречь какой объем воды вылится через края лунки к моменту достижения теплового равновесия при этом считать что теплообмен происходит только между цилиндром слоем льда и водой ускорение свободного падения нам предлагается взять 10 метров за секунду и предлагаются справочные данные теплоемкость сплава 200000 джоль килограмм кельвин и вода теплоемкость 4200 джоль килограмм кельвин теплота плавления льда 3,3 10 5 степени живой килограмм делена на килограмм плотность сплава 800 килограмм на метр кубической воды 1000 килограмм на метр кубической и льда 900 килограмм делены на метр кубический какие критерия оценивания для этой задачи 12 баллов ну и что здесь подразумевается система выражения для системы силы архимеда и условия плавания тел это 3 балла определение массы льда 2 балла определение изменения температуры цилиндра 2 балла определение температуры до которой цилиндр охладиться 1 балл определение объема воды которая вылится через край лунки к моменту достижения теплового равновесия 1 плюс 1 то есть по факту 2 балла ну и теперь вернемся снова к условию задачи итак напоминаю вам что цилиндр из легкого сплава вот он у нас до нагрели до температуры т 0 и поставили на лед температура которого 0 градусов цельсия затем а что происходит постепенно цилиндр опускается во внутрь льда при этом смотрите образуется вот она тоненькая прослойка про которую нам говорили теплообмен происходит только между цилиндром слоем льда и водой значит и что цилиндр погружается в эту лунку еще раз про условия задачи да мы с вами проговариваем при этом он окружен снизу из боков тонким слоем воды объемом которого можно пренебречь ну и все остальное нам дано итак вода из лунки будет вытесняться до тех пор пока цилиндр не начнет плавать до или он успеет охладиться до 0 градусов ну это прямо до 0 градусов это сколько ему нужно охлаждаться но его дно все еще будет касаться льда соответственно мы запишем до силу архимеда которая будет компенсировать силу тяжести сила архимеда это плотность воды же и объем погруженной части отсюда мы можем найти объем погруженной части которым это равен отношению массы плотности воды потому что же мы с вами что сделали благополучно сократили еще в первой части масса у нас 600 граммов мы перелив килограмм это 0,6 плотность воды до 1000 получаем 6 на 10 минус четвертой степени кубического метра это объем погруженной части цилиндра который в свою очередь равен объему расплавившийся льда и вытекшей воды соответственно второе что мы с вами сделаем это мы определим массу льда масса льда определяется через произведение плотности льда на объем погруженного тела мы его определили получается плотность умножить 900 умножить на 6 на 10 минус четвертой степени получается 0,54 килограмма затем нам нужно найти изменение температуры цилиндра изменение температуры цилиндра мы найдем из уравнения теплового баланса да когда у нас лед плавится то есть масса теплоемкость сплавом нужно умножаем на изменение температуры равно масса льда умноженное на теплоту таяние льда количество да получается что изменение температуры то есть отношение масса льда лямбда деленное на m теплоемкость сплава поставили данные которые у нас есть масса льда 0,54 3,3 на 10 5 это у нас лямбда а масса цилиндра погруженного это у нас 0,6 нужно на 2000 это теплоемкость сплава получили 148,5 градусов цельсия значит чтобы цилиндр охладился до температуры т нулевое у нас что произойдет 850 минус 1148,5 получается 701,5 градуса цельсия то есть по факту до нулевой температуры еще очень далеко лед у нас с вами продолжает таять но при этом а из лунки не выливается потому что вода находится под цилиндром соответственно мы с вами находим то что мы определяем как объем погруженного части тела это масса льда делим на плотность воды массу льда мы нашли это 0,54 делим на 1000 и равняется 5,4 умноженное на 10 в минус четвертой степени метра кубического переводим а в литры и получаем 0,54 литра я думаю что наши с вами сегодняшнее занятие было полезно и для вас и для нас как разработчиков этого мероприятия полезно потому что кроме тех задач которые мы с вами разобрали в этой лекции у вас есть еще дополнительные задания которые разобраны в методических рекомендациях и вы их сможете разобрать потому что там есть также поскольку вам предложены задания для самостоятельной работы то вы сможете и их выполнить мы с вами встретимся еще в конференциях в зуме где вы будете задавать вопросы которые вам интересны ну что я подхожу в завершающей своей части спасибо вам за внимание и успехов спасибо